хайо гайз с вами шамики и сегодня мы поиграем в игру которая называется властелин колец война на севере это довольно старая игрушка если я не ошибаюсь такой сохраненных игр подождите что-то тут идет не так читаю новые грунта начать не могу так выборы подождите новая игра первое прохождение на типа сложность походу ступ новым игрокам хорошо дальше я не знаю почему я не могу уникным изменить так дальше мы выбираем персонажа у нас на выбор есть три персонажа это у нас эрадан слепа следопыт из дуны дай виду не из ревендела и герой эребора фарин не знаю я в основном играл только за радана игру я не прошел я дошел где-то только до 2 уровня то что там началась жопа я не смог пройти 2 не значит 4 но поймете потому о чем я там где защита будет на в основном за него играл типа ну у него лук есть у него я не знаю есть и полук или нет это магичка на атакует давайте ладно за него выбрать до начать прямо сейчас вот это начальное здесь у нас идет получать чисто пока что сюжет до хера текста и грани на русском в плане что субтитры я поставил русским немало песен спета великой войне кольцов немало леген сложно ней все помнят и чуть и именно героев гэндальф серго арагор на хранитель фрауда и не даром однако рука саурона дотянулась не только до земель гандара и рохана его послужники сотворили бы немало зла на севере среди земли если бы им не пригодили путь горско отважных бойцов они тоже достойно войти в легенду одна из таких легенд начинается здесь в городе бровар незадолго до того как сюда пришел фродо тихие какие-то звуки на самом деле эрагорд рад тебя видеть да еще вместе с эльфкой из ревельдены их домом из эрабора горд сущим пони такую компанию часто встретишь последний раз что я о вас слышал вы были на бреде сард георген да вести невеселую этого и белоса рассказывайте что случилось только потише кругом полно важных людей даже тут в броваре три дня потому назад на страже на сард ребер напали 9 и черных всадников держите слеподопыты мы не высели и враги ворвались в шир дело хуже чем я предполагал встанники из этих мест известные они из марадора наши не могли бы стоять против всех девяти сразу насколько серьезно у нас потери очень плохо мы бились как могли однако они распространены вокруг себя неподалекий ужас без следует знать кое-что еще после боя один из черных высадников встрепетился своих союзников жестко и могущественным человеком агандаур я призвал горных орков как и приказал наш властелин и руинах древнего форсона уже собирает мой воск не белья на вас расчастие готовьтесь с его свои войска скоро нам понадобится мои орки будут готовы эти земли слишком долго жили в мире вскоре они испытают на себе гнев темного властелина если это орган от собираться войти в форс стан значит положение становится еще более отчаянным на чего враг обошел столько величайшей мощи на землю полу росликов они ведь это не опасно могу сказать одно некий хоббит из шарка скоро явится сюда с тяжелой ношей если этот хоббит попадает в руки врага нам всем конец теперь этот хоббит бродит по-другому где кругом враги не надо найти его прежде чем них а вам помощь не нужна ты мой вождь я с радостью выполню все что ты прикажешь ага я тоже с вами мы все трое думаем одинаково чем мы можем помочь нужно предотвратить угрозы стороны врагов собиравшиеся под фортностом отправитесь туда и сделайте все что в ваших силах чтобы взглянуть враг был обращаться на вас они на них быть может нам помогут насколько мне известно элодар на или сейчас на севере и больше скопление врагов должно привлечь их внимание это хорошо вам не дайте лучше союзников чем сыновья эльф надеюсь что мы встретимся но как бы то ни было врагу будет очень затягну но об этом позаботимся вау сколько текста текста сколько текста так вот начинается ребят игра в принципе я могу много с кем здесь поговорить давайте принципе побазарим почему бы и нет я думаю сколько мне всего дается так а давайте немножко погромче да сделаю игру я не знаю скорее всего она вообще не слышно и это херово то что я даже наушники себе выкрутил я немножко короче в области немножко там выкрутил мне кажется все равно вообще не тихо и пройдет а вы кто да вы не из местных в местом так у вас там мне надо не хотите поразвлечься не так детской забавой заодно и деньги выиграть если повезет какой-то повод какой забавить нет речь да так просто играть в загадки я уже сам люблю загадки но у нас в городе все мои загадки неизвестны а вот с вами может быть и интересно игра в загадки меня знакома но при чем тут деньги все очень просто вы ставите на кон деньги а я вам загадываю загадку если вы догадываете достаточно быстро я доставляю ваши деньги еще столько же если не угадаете денежки и мои идет то давайте хорошо загадываю вашу загадку нет справа денежек на кон сколько вы готовы поставить запомните все что вы поставите удвоится если давайте одну серебряного идет и запомните отвечать надо быстро и не дам вам немного времени на размышления когда нахожу деньги готовы чем-то больше тем меньше ты видишь что это темнота надо же верно вам так занимает что-то да сделать мне это играть двое больше ничего идет но с меня довольно спасибо за развлечение и за деньги я так подумал ребята я не хочу так это у нас наша экипировка если что пока что нам недоступна для нашего уровня конечно же у нас тут топор мы если что мы это все можем отдавать некоторым нашим напарником обмениваться здравствуйте я так смотрю на следопыта но что же вы все рады главной ночь чтобы гости вели себе прилично кое-что тут ваши недолюбливые ну пусть это вам не тревожит просто здешний народ от чужие женщины так чему служить какие новости какие новости доходят сейчас такая разговора что про южные дела говорят там назревает что что типа войны то ли еще какая-то безбородица по зеленом тракту все еще отсюда на юг проходит чужа которые ищут себе местечко спокойнее расскажите про бровар что вы можете рассказать про бровар но бровар город стране странствующих он тут стоит спокойно веков единственное место на свете где хоббиты и люди живут по обообок мы привыкли что мимо нас проезжает много путешественников теперь кто теперь то конечно не не то по кольцу мне сейчас хватает а нам я решил короче не тратит время это будет довольно долго почему-то мечта стала так если не ошибаюсь здесь где-то должен быть чубак добро пожаловать в бровар я вижу вы не из местных можно у вас кое чем спросить о чем просить о чем сейчас путешественники сука всякого расскажешь что и не ужасно говорят о войне и растающей тени на высоких место за ее отмахиваться этому все дела и нас не касается но что-то я сомневаюсь вот вы многие путешествуете наверное много вид повидали что за об этом думать и стоит ли беспокоиться да беспокойся действительно есть о чем опасность близка вот этого я боялся если бы мне только удалось убедить остальных но пока придется действовать в одиночку какого ваш план не хотелось бы вооружиться местными жителями если придется бородоваться виллу до колия слабо поспорче я пытался уговорить гнома таргуса привезти нам оружие но он отказался но он же отказался почему по-моему он считает что в нашем городе оружие никто не купит и говорят мне стоит воздеться я с ним поговорим да попробовать стоит его зовут гроф он торгуз лавка дальше по улице наверное он сейчас там я собираю вам что он скажет но мы знаете такие легенькие задания с вами выполняем на самом деле аркор так что я найду бравара мне нужно на кое-что разобрать прежде чем от язык так кому бы мне обратиться но у нас город есть лавки и магазин только боюсь большинство и часть из них вам не подойдет попробуйте зайти в отдалега роста старой у него полное полно всяких диковин а вдруг он вас заинтересует это напротив вон там на углу если вам надо что-то починить попробуйте зайти к эльманду и вняку нашему кузнецу его кузнеца на этой же улице вон там на углу спасибо thanks роли златодор здравствуйте и я с не заметила кажется и витая в облаках что случилось я выкрутил на максимум звук да нет ничего особенно просто я понимаю я влюблен и что в этом такое понятно и кто же нам я влюблен в идионы вперед свет моя подруга детства мне всегда казалось что мы созданы друг для друга но ее отец считает что из меня толку не выйдет он хочет так выдать ее замуж за кузнецам эльморда и вняка а что она сама хочет в том и дело я точно не знаю я еще в действительности и говорила что влюблен в нее всем сердцем но когда это было всего лишь игра всех пор мы повозрослели теперь сказать это гораздо сложнее ну скажи это уже потом да я бы и хотел сказать честно вот смотрите этот медальон принадлежит моей матушке я хочу подарить его и дону как сказал мой любви но цепочка порвалась а починить ее может только эдуард кузнец а если пойду я к нему он может догадаться в чем дело и отказать мне ну это мог будет сделать я да это должно помочь вы не из местных и на вас она не подумает но тут ведь еще одна проблема отец идионы он вечно следит за дочерью я не знаю что даст мне остаться с нами наедине я с ним поговорю замечательно просто прекрасно отнесите медальону к этому его зовут кузнец там напротив хорошо да еще одна после того как вы с ним поговорите не могли бы вы вернуться сюда и передать мне то что он ответил так или иначе я должен это знать не волнуйся я принесу вам ее ответ смысле тут изменить внешность можно я вообще этого не знал в игре лол для меня что новенькое по мне одинаковые глаза принять ладно погнали выполнять задание блок что вообще у нас есть тут предметы 40 стрел это нас прокачка так задание фору нас дополнительное задание наши характеристики блин че так тихо ладно давайте сейчас немножко расширить так подождите сейчас так я выкручиваю на максим как могу ребят громкость я не виноват что игра сама по себе такая тихая я не знаю так здорово следопы да кстати угадаю у вас сэр басказина стерегия либо меч приступился так но лучше его много чтобы старик отбора на ушла кое что по ченнике у меня есть медальоноса провод цепочка как вы думаете сумеете ли вы починить. Дай кое-как взглянуть. Работа похожая на местное, кажется, для батюшки моего делали. Не думаю, не думал я, что у кого-то из ваших может быть такая вещица, где вы ее взяли. Это вещь моего знакомого. До этого местная работа брубарская. Меня знаком по процессу починить. Понятно. Но починить проще простого. Однако звено добавить в дело концов и возьми недорого. Одно серебряное. Заплатить, так как мы с вами как раз его заработали. Ну вот, как новенький. Спасибо, прощайте, позиция. Так, давайте я сейчас с кем-то поговорю. Сейчас я как раз... Ребят, я не знаю, как... Для меня просто игра очень стала тихой. Типа. Я увеличил 8 раз звук для... Разрешение, надо сказать, что не очень-то бы похоже на какого-то из жителей Бровара, чем могу служить. Мне нужно попросить вас об услуге. Услуга? Что за услуга? Привезти в Брова оружие. Мне хотелось бы, чтобы вы привезли в Брова оружие и продали его монеты. Не тяните меня за бороду, оружие для здешнего народа. Да они не знают, с какого конца за меч хвататься. Может, еще бывшему Хоббит продавать? В прошлом невозможно и не нуждались в оружии, но сейчас наступили неспокойные времена. Нужно, чтобы было чем защищаться. Да не станут отрицать времена наступает темное. Со всех сторон, говорит, это опасность, но местные в этом наполеют и поверят, развлекаясь от спокойной жизни. Не все становятся слепы, чтобы не видеть надвигающую угрозу. Меня прислал сюда один из местных жителей. Если... так... Одного-двух разумных людей не достаточно, чтобы об этом все тратить время и силы. Тут народ спокойно и милоролюбивый. Им нужно не мечи, а орала. Должен ли... Так ли прошлое так помешает? Должно ли прошлое помешать им говорить о будущем? Ну, да, конечно, вы правы. Может, это и такая уж дурная идея. По крайней мере, конкурентов у меня не будет. Ладно, попробуем. Прекрасно. Много ли времени пройдет, прежде чем оружие прибудет сюда? Больше не мало. Удастся в город за обратном пути нам близкий, а мне еще придется убеждать сорочей, что я ее совершал с ума. Месяц три, да и более. Расскажи о своем народе. Что вы можете рассказать о Синих горах своих народов? Ну, Синих городов достаточно богатых, хотя железа у нас больше, чем золото. Так что мы живем кузнечным ремеслом, поэтому кто я и здесь продаю инструменты жителям Баравара. Я передам. Я дам им узнать, когда ждать вас. Благо, да получите. Так, ну, короче, все мы починили, та, а... Стоп, это кто? Пришелец юга? Ты сильный человек, Брэмбл. Можик, храбрый. Ты с нами хорошо, Уже Гэш. Ну, оно бы неплохо, но я не знаю. Не хотелось бы, чтобы пострадали люди. Ну, то есть, по-настоящему. Да ты что, думаешь, что дот только тебе есть? Главное, урвать свое. Ну, а тебе следов отчет надо? Ничего, взлетать в сложные разоворы. А что вы говорите насчет того, что кто-то может пострадать? Ну, это просто человек, и его приятель предлагает мне, ну, встретить в банду, что ли? Заткнись, Гарли. Тебе вовсе не обязательно это сопространение перед каждым оборудованием. Лишь, чтобы вылететь из глуши. Кто-то такой, чтобы назвать меня Бардаченко? Ну, а если нет, что ты мне сделаешь? Я тебя заставлю. Ах ты, ах ты, грязная собака, ну ладно, пока что. Что твоя взяла? Но у меня есть друзья, могу сейчас свои друзья. Ты в этом еще пожалеешь. Помяни мое слово. Весь наш гордышко об этом пожалеет. А как насчет вас? Вам не хватает? Да нет, я, 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 я и не стал толковать. Он ведь не знает, что здесь нет. Все пора недель, как я явился с Люгой, я с ним больше разговаривал на Стану. Честно слово. Чего он хотел? Держитесь подашей от подобных людей. Чего он от вас хотел? Ну, эм, да, я не знаю. Он говорил, что, мол, гряду большие перемены, и если кому хватит ума уединить с своими приятелями, то они, конец концов, и будут главными. Он бы использовал вас и возьмут бы нож в спину, когда мне нужна нужда. Ну да, и то верно. Здесь же не со мной, конечно, не обходилось, не так, как мне бы этого хотелось. Но все же, это мой город, ничего мне водиться с чужаками. Верно, говорите, Гарли. А теперь прощайте. Это, типа, предупреждение, значит вооружен. Кутастаку. Пока что, ребят, мы просто с вами исследуем город, поэтому не без сути. А, смотрите, мне опыт ожидали за это. Элмин причинял медальон. Чудесно. Он ни о чем не догадался. А не могли бы вы отнести его идионе? Но у дома своего отца. Он стоит на той же улице, что начинается отходов в трактир. Хорошо. Прощайте. Типа, для нас серебряная монета, потому что мы все равно фармим. Маловероятно, что мы вообще будем тратить. Так, где наш приятель? Вы поговорили с графом? И что он сказал? Он привезет вам оружие? Я с тобой, по-моему, предупредил, вы получите оружие. Прекрасно. Теперь меня беспокоит лишь одно. Сколько времени займёт досадка? А вдруг нам придётся оборотняться, прежде чем предупреждение оружия? Может быть, вы мне в этом поможете? Каким образом? То есть, судя по вашему снаряжению, вы не новичок в военном деле. Если вам случится, скажем так, доброе оружие, которое вам ни к чему, не могли бы вы принести его мне? Я заплачу. Хорошо буду иметь в виду. Прощайте. Ох, смотрите, сколько мне опыта дали. Краснолёт, погнали. Мы с тобой сейчас задание выполним. Пойдём. Да, как-то оно немножко подписает, или мне кажется. Так, теперь мне нужно девчушку, да, найти, как я понял? Это Ольгарст Ройл. Добро пожаловать. Всегда рад видеть, следопытывая себя в лавке. Нам нужно купить или продать. У меня есть кое-что, что может вас заинтересовать. Ну, давай. Давай купить. О, как у меня серебра. Куева тут у его. Ммм, до урага. Ладно, я пока что не буду ничего покупать. Мне нужно найти девчушку, подождите. Здесь типа карты, либо что-то. А, есть, всё, карта есть. Так, это эта, да, девчушка? Здравствуйте, я могу вам чем-нибудь помочь. У меня для вас подарок. У меня для вас кое-что есть. От Раулия Золотодора. Подарок от Раулии. Но я думала, он... Ой, извините, я просто... Это очень неожиданно. А что за подарок? Вот этот медальон. Он, в принципе, надежде чем его матушке. Ой, какая прелесть. Но я не понимаю, почему он решил мне это подарить. Именно сейчас. А ещё он просил передать, что любит вас. Раулия не любит? До сих пор? Да, в Диасе мы очень дружили, но я думала, что он об этом всём забыл. Похоже, он говорил вполне искренне. Но это здорово. Но до чего же здорово? Раулия всегда была без ума от Роли. Всегда бедный, глупый, чудесный Роли. Что скажет ваш батюшка? Похоже, ваш батюшка будет другого мнения. С батюшкой я сама разберусь. Может быть, моё решение его и не порадует. Но ничего, он передумает и уберет вас. Также не думает забыть. Ну что ж, Раули ждёт ответа. Ой, передайте ему, что я его люблю. И что мы всегда будем вместе. Он, наверное, будет рад это слышать. До свидания, Идиола. Да, Идиола точно. Блин, понимаете, я просто проверяю каждый раз... Главное, что мне и... Сама не вылетела, ребята, то... О, то, что мне будут ступить свои же эти челики, это херово. Слушайте, что я сделаю. Короче, я закончу серию. Если что, на... Вот это вот до момента, то есть здесь. В это локация, а потом мы с вами отправимся. Пока что я здесь задание по выполняю всё такое. Вы вернулись. Вы ворились, Идионы. И что она сказала? Говорите же, не темите меня. Ну что, Шароулин, похоже, вы покорили её сердце. Чудесно! Замечательно! Я прямо не знаю, как вас благодарить. Ой, погодите, совсем забыл. Ведь Эльдорф, наверное, взял с вас деньги за початку. Знаете, я вам должен за початку и за труды. Вот, возьмите всё, что у меня есть. Я тебе за это, и за твои проблемы. Вот, возьмите, что у меня есть. Я бы хотел быть... А, нет, чё. Ну, типа, камон. С... 1 серебряная. Да нет. Оставь себе. Кажется, вам деньги нужнее, чем мне. Но если вы уверены, что... Спасибо. Я всем расслабил, что вы добрые и щедрые. Здешний народ обычно не доверяет следователям, но теперь у вас есть хотя бы один верный друг. Удачи вам. Надеюсь, вы оба будете счастливы. Удачи вам. До свидания, Рауля. Молодь, смотрите, мы считаем, что с вами почти апнули левел. Ха. Как вам такое, а? Давайте я посмотрю, может, тут ещё есть какие-то задания связанные, типа мы... Здравствуйте. Вы принесли мне какие-то экстренные оружия? Вы должны извините меня. Или подождите, я могу сейчас сходить... Купить оружие? А какое именно, подождите, я хочу посмотреть. Здорово, вы принесли... То есть, в какой-то степени я на самом деле просто... Ему продаю шмотки, так? Не знаю, не знаю, стоит. Ладно, ребят, короче. Я закончу на этом серию. Я посмотрю серию. Как вышло? Всё нормально ли? Без каких-либо поломочек? Всё такое. Что со звуком? В принципе, это всё посмотрю, узнаю. И мы... Продолжим уже на следующих приключениях так сказать. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok